Здравствуйте! Это ток-шоу «Главная студия» и я его ведущая Светлана Шульц. В этом году тысячи деревьев высадили в Караганде и Карагандинской области. Посадка проводилась в рамках республиканской акции «Таза Казахстан». Если говорить о Караганде, то где только не сажали. И в парке Майкудука, на Спасском шоссе вдоль дороги и на 15-й магистрали по направлению к Пришахтинску. В целом в текущем году в городе планируется посадить порядка 20 тысяч зеленых насаждений. Посадить-то посадили, отчитаться отчитались, а вот кто ухаживать за ними будет. И какое количество в результате этого самого ухода приживется? Вопрос. Будем искать ответ. Ну что ж, в самом начале нашей передачи я бы хотела озвучить, что инициаторами темы, о которой мы будем говорить две передачи подряд, стали депутаты Карагандинского городского маслехата. Именно они инициировали тему, которую я уверена, что сегодня будем обсуждать достаточно бурно. Ну что ж, а в целом передачу я бы хотела начать с блиц-опроса. Вышла на улицы Караганды и задала вот такой вопрос. Должное ли внимание уделяется защите зеленых насаждений? Вот такие ответы получили. У нас в Актасе все зелено, хорошо все, а здесь я редко бываю. Надо еще садить побольше и не выкорчевывать. Спиливать ни с того, ни с сего. Вот подошел, спилил и все. Что это такое? Эту рощу, эту березу защищали, так и не защитили, построили трассу. То, что вырубают часто, обрезки делают, особенно коммерсанты, которые решают сами, без разрешительных документов получается. Это плохо, конечно. И плюс не поливаются очень много, я заметила это. Акимат выделяет средства, приятно смотреть на город. Город преображается, буквально преображается. Я уже буду при Шахтинске, да, вы знаете, прям исключительно. Молодцы. Парк сделали вот в ЛХСМ, отлично, молодцы. Прям большое спасибо. Вырубают это плохо. Все-таки дерево, кислород. Надо как-то с этим бороться, привлекать общественность или как. Полицию тоже. Наказывать надо людей за это. Не знаю. Ну, где-то может уделяется, где-то нет. Ну, за всем, конечно, не уследишь. Сейчас запрещают обрезать самовольно, как раньше. Конечно, нет. Потому что рубят. Возьмите, вот у нас, где корзина, березы стоят, аллею березовую. Но она даже не на дорогу, а просто, ну, как сказать, вот по тротуару такая, вьющаяся. Ее все от... и все. Ну, не очень-то, мне кажется. А почему? Ну, не знаю. Сажают, но не поливают. Ну, я бы сказала, не особо. По сравнению с 30 годами до этого стало намного зеленее. Молодцы. Но надо стараться. Такие ответы получили мы, значит, выйдя на улицы города Караганды. Подходили абсолютно к рядовым карагандинцам, не выбирая. Вот первый, второй, третий. Вот такие ответы получили. Ну, что ж, тема, о которой мы сегодня будем говорить, в течение, повторюсь, еще раз двух передач, она такая непростая, да? Она очень такая объемная. Правда, Равиль? Да, конечно. Почему именно эту тему инициировали? Потому что на сегодняшний день у нас очень много проблем. Городи зеленый на сегодняшний день много рубят, и никакой ответственности нет. Люблю я к цифрам переходить. К деньгам, к цифрам, они вещь такая упрямая, с которыми не поспоришь, да? Ну, вот давайте, сколько в этом году выделено на озеленение города Караганды? По району Некозыгби на текущий год выделено 361 миллион тенге. Это 100 миллионов городские деньги, там у нас сидят работы по посадке, по поливу, уходовой работы. И 261 миллион – это областные деньги. Там тоже самое – посадка, уход, полив. То есть все эти работы запланированы у нас на осень. По нашему району 100 миллионов выделено на подрезку, там дворовые, основные улицы, и 258 миллионов выделено по республиканскому бюджету. По этим деньгам мы будем в сентябре, октябре посадкой деревьев будем заниматься. Около 350 миллионов, в принципе, грубо. Айгерим, ну сумма такая внушительная, правда? Вам так не кажется? Очень. Очень. Какая сумма потрачена за последние, ну условно, возьмем, если вы можете сейчас апеллировать этими цифрами, условно, за последние года два на посадку зеленых насаждений, за уход и так далее, и так далее? За два года 200-250 миллионов ориентировочно по району. Можно озвучить, условно, сумму, которая выделена именно на полив зеленых насаждений? Ну, полив составляет порядка 60% от общей суммы выделенных средств. А если в деньгах? Уходовой работы. Ну, около 100-150 миллионов там сидят работы по поливу и уходу. Хорошо. Там не только полив, там же есть привез, посадил, яму выкопал, то есть с уходами работы где-то 70% занимает. В этой сумме сидят? Да, в этой сумме. Как часто проводится мониторинг вот этого самого полива, ну условно, вот всего того перечня, который вы только что перечислили? Ну, полив мы контролируем ежедневно, есть у нас определенные специалисты, которые закреплены за работами по зеленым насаждениям, они мониторят. Есть у нас рабочие группы в WhatsApp, куда подрядная организация по итогу проведенной работы скидывает фотоотчет, видеоролики записывает, то есть посредством мессенджеров все это мы контролируем. В этой группе есть ли представители условно общественности, есть ли депутатский корпус, представители общественного совета города, есть ли они? И рядовые карагандинцы, ну такие активные-активные, которых вы знаете, которые точно знаете, что вот они будут полезны в этой группе? Нет, это наша рабочая группа, то есть здесь сидят наши специалисты, где представители подрядной организации, жителей там нету. Хорошо, тогда есть ли такая группа, куда могут скидывать рядовые карагандинцы, депутатский корпус городского маслехата, общественный совет, есть ли такая группа, куда можно сбрасывать видео условно, не поливают, сбросили видео? С депутатами, с общественным советом, с активными жителями, есть группа, зеленые насаждения называется. Возглавляю временную комиссию по зеколобии и зеленым насаждениям при маслехате. Мы создали эту группу где-то полтора года назад, она работает. Теперь вот такой момент, кто решает, где нужно посадить те или иные зеленые насаждения, что это будет за порода и так далее, и так далее. По 15-м краям мы совместно, вот с жилым фондом, вот ребята сидят, совместно посадили дерево. Мы сперва изучили вот этот участок с помощью Казенхаму, но у нас договор был заключен в прошлом году, в этом году. И более трех тысяч деревьев мы посадили с коллегами. И поливается, и поливается, да, дендрологический план есть, заключен в этом году договор. Где он есть? Нет, а вот на самом деле вопрос о том, что дендрологического плана-то и нет. Да нет, вот именно, вот в этом и проблема. Вопрос, и вопрос Светланы был совершенно закономерен. Где это все запланировано? Вот я вот хочу напомнить вам всем, что мы якобы живем в рыночной среде. Не надо никого убеждать, что вот как в целлюзованном стране. Вот я вот такой наивный вопрос задал в Голландии, да, когда вот мне пришлось там быть. Я задал вопрос, вот сажает деревья, допустим, да, вот выиграл тендер, какое-то юридическое лицо. Какие последствия? То есть деньги им сразу не выдают. Они вот сажают и потом смотрят, есть такая поговорка, цыплят по осени считают. Если из 361 миллион, кстати, я хочу напомнить всем, что это деньги наши все, деньги налогоплательщиков. Просто с неба эти деньги не падают. И обратите внимание, значит, посадили, условно возьмем тысячи. Вот выиграло юридическое лицо, на 361 миллион посадили деревьев. Погибает 60%. Ах, процент хайда. Вы понимаете? Никто за это не несет ответственности. Поэтому я считаю, что пока мы не научимся мыслить по рыночному, пока мы не будем зарплату получать по рыночному, ничего не изменится. Мы это 71 год это слышали и 30 лет чуть страну не профукали, понимаете? Поэтому надо прекращать вот эти разговоры. Я, значит, часы езжу на велосипеде, вот, знаете, флагшток на Юго-Востоке, на протяжении до Магнума 2 километра, условно возьмем 2 километра. Сколько посадили деревьев? Условно возьмем 100 деревьев. Из 100 деревьев выжило всего 5-7 процентов. Вы понимаете? Сердце крови обливается. А это же деньги ваши, мои деньги. Это же ужас. Все деревья практически погибли. Потом выкопали, опять посадили и опять никто не поливает. Вот. То есть этот подход должен быть рыночный, а не советский. Понимаете, мы до сих пор работаем в плановом хозяйстве. Я неоднократно передачу говорил. Пока мы менталитет не поменяем, старый вот этот совковый, ватный, пусть это грубо звучит, никогда не будем мыслить по рыночному, мы никогда, будущее наших детей не будет, поверьте мне. А ну как к дендерному плану давайте перейдем. Что? Я могу прокомментировать, да, вопрос? Конечно, да. Вы эти разговоры слышали. Слушайте, я уже 30 лет по камню слышу вашу. И что, кого-то вы с работы уволили, кому-то по зарплате дали. Ничего подобного, ничего подобного. Вырыли, и опять посадили, и опять никто не поливает. Производится посадка в рамках бюджетных средств. На данные насаждения имеется гарантийный период. То есть есть, условно говоря, дерево, какой-то процент деревьев не прижился. Подрядная организация в рамках договора, гарантийных обязательств проводит пересадку. Вот вы приводите пример при Канальной улице. Два года назад посадили деревья. Да, объем какой-то не прижился. Они в том, порядка 80, порядка 80 процентов там не прижилось. 80 процентов, да. 30 процентов выжило, 70 процентов не прижилось. В прошлом году, вот я вот, дайте рассказать. В прошлом году мы совместно с подрядной организацией, кто это сажал, в рамках гарантийных обязательств. Вот в студии нашей Сакен Ага присутствует. По приканалке провели гарантийные работы. Они пересадили. Эти деревья мы с весеннего периода, в прошлом году посадили, осенью поливали. В весенний период начали тоже полив деревьев. В этом году мы совместно выезжали. Вот, не даст собрать, Сакен Ага, скажите, сколько деревьев не прижилось там, вот, с прошлого года? Сколько прижилось, сколько не прижилось? По улице Сарарка? Сарарка, да. От флагшток по обе стороны. Так, и было посадлено 1200 деревьев, по 600 деревьев по каждой стороне. И в прошлом году весной, я сам лично два дня ходил по обе стороны, и 1200 деревьев, 890 деревьев погибло. Это Синай, я об этом писал. И осенью, в сентябре, в середине сентября, первый завоз был 600 саженцев. Потом Аким Иралу Оспан мне вечером звонит, говорит, можете, говорит, вот эти саженцы, которые им привезли, посмотреть и дать согласие, можно или нет. На второй день за мной приехали, поехал туда, посмотрел, вот, зам Акима сидит, 600 саженцев я верну. Забраковали, да. 600 саженцев, я говорю, это не пойдет. Это было в середине сентября. И в начале ноября они снова звонят мне, говорят, потом я ему объяснил, какие саженцы нам требуются, и откуда должны быть происхожие саженцев. Подождите, а когда мне просто, вот у меня, извините, пожалуйста, когда закупаются эти самые саженцы, об этом разве не думается? О приживаемости, о климате и так далее, и так далее, и тому подобное. Когда на стадии закупки, условно, 600 высаженцев забраковали, а каждый саженец, это деньги, это деньги, налогоплательщик, я к тому, что. А нельзя ли обращаться изначально, вот на этой стадии? Какая порода лучше приживается? И так далее, и так далее. Почему я веду, что вот мы согласовывали уже со специалистами? Вопрос в плане, вопрос в том, кому вообще поручается, дается заказ на посадку. Мне просто тоже вот интересно. Давайте я закончу, так? Результат какой был. Потом в начале ноября они привезли других, которые я сказал, какие должны быть и происходят откуда. И 502 саженцев, потом я дал согласие, и два дня с ними ходил, 3-4 ноября по улице Сарарка, от начала, по левой стороне от флагштока, от Магнина, сюда 502 саженцев посадили. Вчера, буквально, я вчера поехал туда, посчитал, из 502 саженцев 492 принялись. 10 саженцев только погибло, если на сегодняшний день можете со мной поехать, 492 саженцев сейчас принялись. Дорогой, ведь это возможно было избежать, если изначально бы, что сделать нужно, можно, вот я вас хочу услышать. Здесь вопрос очень легкий. Вот я мониторю в данном случае сайт госзакупок по примеру того, какие требования выставляют акиматы, когда объявляют закупку. Практически ни в одном объявлении нет стандартов, государственных стандартов посадочного материала. У нас существует два ГОСТа, один регламентирует посадочный материал по лиственным культурам, второй регламентирует по хвойным культурам. То есть там полностью прописаны, какой высоты они должны быть, какая корневая система, какой ком земли должен быть, когда должны быть посажены, где они должны быть стандартизированы и так далее. И второе, у нас есть нормы по тому, какие должны быть почвы применить, какие должны быть почвы подготовительные работы. И опять эти нормы ни в одном тех задании не прописаны. Просто посадить столько-то деревьев и все. И все. Комитивно, по совковому, по ватному. Да, вот. А отсюда все начинается. То есть опять-таки, когда акиматы выделяют землю, на что они должны ориентироваться? Они должны, прежде всего, ориентироваться на состав почвы и гидрологические условия. Окей, даже если мы посадим, даже если мы вырастим эти деревья в течение трех лет, где гарантия того, что когда вот этот период ухода закончится, эти деревья на этой территории будут жить? Подскажите, пожалуйста, вот то, о чем сейчас только что сказал спикер, который имеет непосредственное отношение к этой теме, потому как имеет образование и так далее, многолетний опыт. Все верно. Подскажите, пожалуйста, насколько соблюдаются все эти нормы, о которых сейчас только что сказал наш предыдущий спикер. Опять они будут говорить неправду. По техническим спецификациям, сейчас смотрим очень, скажем, скручивлезно. Вот она сидит, она образованием биологическим. Вот мы и обратились к ней. Вот по высоте, по стволу, по комам, допустим, да. Не доставать, мы хотим сейчас составить хорошую техническую спецификацию, чтобы нерадивые, скажем, поставщики, чтобы не было для них лазейки. Вот сказали, что просто посадить. Нет такой. Вот сейчас мы и отрабатываем этот вопрос. Скажите, пожалуйста, что мешало сделать это, ну, условно, 10 лет назад, 15 лет назад? Сейчас они хотят. Даже, мне кажется, они 10. Что мешало это сделать гораздо раньше? А не сегодня, когда миллионы закопаны в землю, я бы вот так сказала, да? Что мешало, ну, прибегнуть к этому раньше? Можно, да, приментировать ситуацию? Да, конечно. Здесь получается то, что предлагается внести, как сажать деревья, ком какой должен быть, какие должны быть объемы, высота дерева. Это все в конкурсной документации можно прописать. Но это не есть требование. В технической спецификации, в квалификационных документах мы прописываем на конкурс, чтобы подрядная организация выиграла какой-то тендер, там прописывается лицензия, техника, объемы техники, то есть определенные виды, там, пересадчик, погрузчик, самосвал. То есть мы не можем же проверить на стадии конкурса, как организация это будет сажать деревья. Это уже процесс работы, то есть это в ходе работы. Мы в технической спецификации эти моменты прописываем, но эти данные не могут повлиять на конкурс. Я не соглашусь. Занимаясь регуляторной политикой, я вынуждена прервать, это неправда. На конкурс не могут повлиять. Если самое главное, критерии это что сажать, в каком виде это должно быть, это и есть техническая спецификация, и контролируется она на каждом этапе. Привезли саженцы, отконтролировали акт приема передачи, сажаются, извините меня, когда строится дом, технический назор, это в процессе строительства, это тоже техническая задача. Смотрите, в процессе работы, а потом тот же, да, сакен приходит и шоссеет условно, бракует. Смотрите, это как раз таки и есть стадия контроля. Выбраковка? Да, выбраковка, это и есть стадия контроля. Смотришь, но это же в процессе работы, это не в процессе тендерного периода. Мы не разные идти по кучи того, что берем, что попало, потом выбраковiento заново. Про этой мы говорим не все. Есть один из примеров того, что на каждой стадии контролируется. Совершенно доказываешь, это возможно. Проконтролировали, привезли посадочный материал, проконтролировали, посадили, проконтролировали. И вот как раз таки как оборудование столь важно, что сажаешь, и вот если вести мониторинг, контроль на каждом этапе, Это и есть главное техническое задание. Совершенно верно. Не на тендерный. Тендер мы проводим по технике, по квалификации. А существует ли отдел, который контролирует озеленение города? Отдельный отдел, отдельные люди, специалисты. Не просто тендер выиграй, вот ты, смотри, иди за деревьями. Есть ли определенные люди компетентные? По штату объясню. У нас отдел благоустройства и планирования называется. Но помимо деревьев мы занимаемся детскими площадками, скверами, тротуарными дорожками. В чем проблема? Они просто не успевают. Я согласен, я к чему веду. В штате всего один человек, который закреплен по должностям. Один человек? Один человек по должностям. Подождите, уважаемые телезрители и гости студии. Я сейчас услышала цифру. Я правильно поняла? Один человек контролирует? Специалист, да, закрепленный. Вот вместе вдвоем надо ходить. Вот как раз активистить. Для чего-то мы приняли закон об общественном контроле. Почему нельзя привлекать? Один человек, что он может сделать? Ну, фактически. Штат такой по работникам у нас. Такой штат? Да. Поэтому мы обращаемся вот к общественникам, к депутатскому корпусу. Процесс посадки, процесс, не знаю, обслуживания, все мы совместно отрабатываем и под их контролем это все проводится. Даже вот то, что мы пересадку делали, полгарантии, мы же не сказали, ну просто иди, сажай, что хочешь. Попросили общественника, потому что мы, ну, не специалисты в этом направлении, скажем так. Дорогие друзья, на этими разговорами мы с вами плодим что? Иждивенческие настроения в обществе. Почему? Потому что государство является только одним, одним субъектом в процессе озеленения. Мы забыли с вами сказать про самое главное, то, что мы имеем 20 миллионов совершенно потрясающего казахстанского общества и граждан. В нашей культуре состоит хорошая традиция, что когда рождается ребенок, семья высаживает дерево. Если у нас каждый год рождаются по 380 тысяч человек и через 5 лет у нас будет полтора миллиона саженцев. Здесь отсюда совершенно четко ясная просьба. Государство, выдайте землю, где мы с вами граждане можем сажать в честь себя, в честь своего соседа, дедушки, бабушки, аллею, дерево или еще что-то. Таким образом, мы с вами совершенно взлетим по озеленению. Василий, стоп, сразу скажу, вы продолжите сейчас буквально через секунду. А зачем выделять землю? Да пусть каждый придет и посадит возле своего собственного подъезда, за которым деревом он потом будет ухаживать. Условно нам выделят землю, кто поливать будет? Кто содержать его будет? Нет. А вот мне кажется, самое было бы хорошим предложением, вариантом, это взять условно это дерево, 2-3 посадить возле дома, за которым ты будешь нести персональную ответственность, поливать, подрезать и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот здесь, мне кажется, будет эффективность. А вы знаете, что это вообще не работает? Светлана, проблема в том, что если я посажу что-то в городе, да, то завтра там может быть... Да, скажут, что это не ваша семья, зачем вы самопольничаете? Но хотел бы сказать, нам прошлой эпохой дарованность совершенное богатство, это не тронутая... Пожалуйста, возле подъезда... Пришательскими городов, давайте там сделаем город-сад. Василий, одно другому не противоречит. Есть инициатива и культура самого населения, пожалуйста, и это должно поддерживаться всегда. Но есть и необходимость в целом конструкции, так называемая градостроительная система, за которую отвечает власть, потому что действительно здесь очень много комплексных вопросов. Поэтому если выделяются деньги и какую-то часть работы делает государство, правильный вопрос вначале, план есть, нет. Равид же начал говорить о том, что нет плана. Без плана, без технического задания, без специалистов подготовленных, вот происходит вот эта тема. Спасибо, что есть общественность и общественный контроль. А что нужно сделать для того, чтобы этот план в конце концов появился? Да я так думаю, его просто надо принять, я не вижу в этом проблемы. Это же не стоит... Нет, а я тогда к уполномоченным органам сразу адресу этот вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы такой план появился? Дендровидический план, он состоит из определенных частей. На сегодняшний день мы проводим инвентаризацию. Пять лет назад отделом ЖКХ была проведена инвентаризация зеленого насаждения. Сейчас мы эту базу актуализируем. Работает организация. То есть после того, как мы проведем инвентаризацию, нужно будет утверждение генерального плана города Караганды. И после генерального плана города Караганды мы будем уже работать над дендровидическим планом. Скажите, когда? Это поэтапно. Мне всегда интересна перспектива. То есть через сколько мы увидим этот самый... Это поэтапно надо пройти, потому что до генерального плана дендровидический план по закону мы не можем. Через сколько? Генеральный план архитектуры разрабатывает. Год, два, три, пять, десять. Сколько? У нас есть утвержденный 10 лет за план. Генеральный план не скажу, когда разработают, но инвентаризацию мы в этом году закончим полностью. То есть дендерного плана мы не увидим ближайшие... До конца года его не будет точно. Потом разыграют тендер на этот гендерный план, потом кто-то там что-то не так сделает, потом на следующий год перенесут, как это всегда происходит. Есть люди, которым не безразлична жизнь города. Мы такие же люди, как и вы, нам тоже не безразличны. А есть молодежь, я вам объясню. Просто мы видим молодых ребят, они не хотят жить в нашем городе. Они хотят переехать в другую страну. Почему? Нет эстетического удовольствия. Нету. Деревья же, они же образовательные. Ну там много моментов, но один из моментов это эстетического удовольствия. Хочется где-то прогуляться, где-то посидеть, где-то подышать, с кем-то поговорить, создавать условия. Когда вы не даете нам информацию, не даете надежду, то есть в следующий год будет принято. Потом, вот как с улицами тоже. За год мы сделаем эту улицу, будет освещение. На следующий год собираемся. Блин, мы там разыграли тендер, он там не соответствовал еще на год. И так из года в год происходит. То же самое здесь будет. Это мотивация к тому, что вот дендроплан, на мой взгляд, это как раз тот документ, который можно было в рамках общественного совета создать рабочую группу специалистов, активистов и так дальше. И постепенно работать, возможно, впоследствии без денег. Это то, что всем нужно, мне кажется, это можно делать. По дендроплану я сейчас услышала, что говорит представитель Акимата, но мы и ранее слышали, и вообще против были того, потому что опять работа идет с хвоста. Неправильно построенная работа. Что такое генплан? Генплан – это тогда, когда мы планируем город, где будет архитектурное строительное решение, где парки будут, где дома будут и так далее. А что такое дендроплан? Дендроплан включает две части. Это почвенный анализ и инвентаризация зеленых насаждений. Вот пока нет почвенного анализа, ты не можешь точно сказать, будет тут дерево расти или нет. Как ты можешь уже спроектировать генплан? Может быть, тут не дома надо ставить, а деревья сажать? То есть, как Айгерим только что вы озвучили, в принципе, генеральный план здесь никакой роли не играет. То есть, нужно начинать именно… С дендроплана. Нужно делать почвенный анализ, выделять зоны для компенсационной посадки, для посадки, для парков, скверов и так далее. Вот тут будет расти конкретно, мы уже знаем, что тут будет расти. А кто определил вообще такой вопрос? Мне интересно тогда вопрос, а кто тогда определил, что первично, что вторично? Что первичен генплан, а вторичен дендроплан? Здесь совмещение государственного решения управленческого со специалистами, те, которые занимаются конкретными вещами. У меня такое ощущение, что почвенный анализ где-то в аналах где-то лежит, под сукном что-то есть, какая-то работа. Мы никогда по Караганде не делали почвенный анализ. Вообще не делали? Вообще. Был единственный у нас ботанический сад, который как-то более-менее проводил этот анализ. Это был 72-й год. И это все? И все. Вот поэтому у нас озелененные являются проспект Нуркена-Абдирова, Назарбаева, Ленина когда-то, пока там вот эту вырубку не начали. Что генплан даже если и делается, он должен делаться, это общая градостроительная система, которую надо решать. Надо сегодня единственное, на что выделить деньги, мне кажется, государство должно помочь, потому что общественными силами это не сделать. Это сделать почвенный анализ. По ГИСу посмотрите, какие почвы у нас на новых строительствах. Это сплошная глина. Сплошная глина. Что же там будет переживаться? И туда, так сказать, лезут с новым строительством. Массив, вот такой огромный городской массив застраивают. И при этом я не вижу, чтобы хотя бы хоть одна территория была выделена под строительство парка. Под парк используют старую лесопосадочную зону, которую раскурочили там бедную. Вот так вот. И к ней еще должны люди будут пройти через огромное движение автомобилей. Да кто туда пойдет? Да никто туда не пойдет. У нас нет ни одной зоны мелкого сквера, мелкого парка. У нас один единственный городской парк большой, который действительно может вместить огромную зону. Люди, получается, в субботу, воскресенье хотят сюда приехать и возникают пробки. У нас даже в воскресенье возникают пробки. Ну тогда получается, что неправильно мы сами задаем вопрос, когда будет дендропон. Надо, наверное, задавать вопрос властям, будет ли вообще запланировано и Маслихату попросить именно анализ почвы. А у них не отдел будет, это специалисты будут. Хорошая инициация. Нет ответа. У нас нет ответа. Тендер разыгрывать надо. Надо как раз, молодой человек хорошо сказал, нужно отдел создать. Ответственность за зеленое насаждение, потому что не только такая проблема есть. У нас есть леса, например, за Берлином, и там вырубают их, и никто туда не ездит из общественников, и не смотрят, как их вырубают. Нам нужно службу создать, которая бы занималась именно разработкой гендерного плана, почвой и прочим всем. И подсадкой, подрезкой всем занимался. Весь бюджет туда отдать? Сколько надо времени? Можно властей спросить, сколько нужно времени? Вот, например, вы создали, хотите создать новую службу. Сколько для этого нужно времени? Вот вы предложили. Это должно быть политическое решение Акима. Политическое решение Акима. Три года надо ждать, да? Политическое решение Акима просто должно быть. Да нет. Волевое решение Акима? Конечно, политическое решение Акима. Политическое решение Акима. Вот чтобы служба заработала, и в области, и в области, и в области, и в области, совместно. вот вы пойдете работать оставить нормальную зарплату чтобы хотя бы база какая-то было да как уж то что у нас здесь творится в конечном итоге а потом на основании этого уже эта служба начала полноценную работу а три года это получение первого и последующая работа это служба пока мы должны действовать в том в том ракурсе в котором у нас я надеюсь через три года сюда уехать давайте начнем это делать критику без действий собственно я не приглашала его на передачу но мне кажется здесь и сейчас он бы сразу ответил он невероятно нас активный мне кажется он сейчас бы ответил да или нет но я так понимаю ответа нет на вопрос который прозвучал про почву до ответа нет у нас будет проводиться при разработке дендрологического плана сейчас я вот как до ранее сказал будем проводить проводим имитализацию то есть посчитаем сколько деревьев у нас до до конца года вот я же вы не даете до рассказать до конца года мы проведем эту работу по мы ведем работы не говорю вам будем я вам не говорю до конца года завершим работу все таки я считаю не надо привязать дендроплана если вы сейчас его привяжите вы тут же сразу должны все остальные работы сделать то есть запланировать а мне кажется правильно будет сделать анализ почвы из этого потом начать уже понимать анализ сделать какой создать денег это вопрос приоритета и денег вот павлодарская область до прошлый год разыграла конкурс на дендроплан 120 миллионов дендроплан а почвенный анализ это вообще огромных денег стоит денис юрьевич мы с вами разговаривали сколько стоит сделать почвенный анализ среднем для того чтобы одну точку определить это нужно порядка около 170 180 тысяч только одна точка одна точка а их на гектар нужно минимум пять ну понятно миллион гектар минимум пять чтобы было понимание да но условно а какой сумме идет речь не но это же можно поэтапно это можно кусками то есть опять-таки возникает градостроительный план да определяется что в этом году мы будем допустим вот эту зону застраивать в этом году эту зону застраивать это окей значит обследуем эту зону что будет вот эту зону обследовали составили на нее градостроительный план все определили вот эти зоны где у нас будет джелая где у нас будет лесная что у нас парк его где дороги и так далее все началось строительство следующая зона пошла и так далее так далее этап на до灵ает она нужна делать нет таких денег это будет больших стой да если это не станет узнать чтобы онаBayка тихонов у нас отдельно застраивается газам Бигби у нас отдельно застраивается. И в конечном итоге, конечно, если каждый из этих отделов будет требовать для себя деньги, конечно, это получается очень массивная такая сумма. Это очень массивная сумма получается. То нужно вот эти вот как раз-таки, то есть, и опять нужно, здесь нужно понимание того, то, что мы строим, будет ли оно потом востребовано. Будет ли оно востребовано, мы возводим такие высокоэтажки. Смотришь, проезжаешь, да там половина людей не живут. Нужно ли тогда такое огромное строительство? У нас сколько в конечном итоге до конца не доводится строительство? Вы смотрите ток-шоу «Главная студия» и говорим сегодня о сохранности зеленых насаждений. Хотела бы напомнить, о чем шла речь ранее в передаче. Вот несколько фрагментов. На сегодняшний день у нас очень много проблем. В городе зеленые насаждения много рубят и никакой ответственности нет. По району Никазык-Би на текущий год выделено 361 миллион тенге. По нашему району 100 миллионов выделено на подрезку, там дворовые, основные улицы, и 258 миллионов выделено по республиканскому джету. Кстати, я хочу напомнить всем, что это деньги наши все, деньги налогоплательщиков. Просто с неба эти деньги не падают. Практически ни в одном объявлении нет стандартов, государственных стандартов посадочного материала. Мы не можем же проверить на стадии конкурса, как организация это будет сажать деревья. Это уже процесс работы. Дорогие друзья, на этими разговорами мы с вами плодим, что? Иждивенческие настроения в обществе. Почему? Потому что государство является только одним субъектом в процессе озеленения. Ну нету плана. Без плана, без технического задания, без специалистов подготовленных происходит вот эта тема. Нужно отдел создать по ответственному за зеленое насаждение. В этом году в рамках акции «Таза Казахстан» были посажены тысячи деревьев. Но, как всегда говорю я, много очень сюжетов было, и тема эта муссируется очень так, достаточно прям вот муссируется. Но одно дело это посадить, всегда говорю о том. Ну, не открою я Америке, да, если скажу, что нужен а. уход и б. как минимум поливать. В этом году тем деревьям, которые высадили, им просто фантастически повезло. Да, Игерим? Потому что дожди за дождями, дожди за дождями, и переживаемость уже, быть может, хотя бы благодаря вот этому, ну, она несколько выше. Мы проехали по некоторым моментам, где была посадка в рамках, я так понимаю, вот именно этой акции. Можно нам показать еще одно видео? Я думаю, все прекрасно понимают, да, все мы жители города Караганды, и все прекрасно понимают, что это за место. Абсолютно верно. Мы с оператором нашим, с Муратом Токеновым, мы не специалисты, мы просто снимали то, что увидели. Ну вот мы сейчас и хотим услышать комментарии, что же и как, и зачем, и почему. Называется по хозяйски. Это жилой фонсор, вот они. Мы высадили 2200 деревьев, на них взяли гарантийные обязательства. Это было не в рамках какой-либо программы, это было просто вот наше такое желание посадить в городе такое количество деревьев. Теперь касательно этих растений, те листики, которые вы видите сухие, это те листики, которые при транспортировке погибли. На данный момент было произведено два выезда с дендрологом, правильно? Два выезда. Присутствовал наш подрядчик Дана, который занимается озеленением по городу Караганда на многих объектах. И с дендрологом мы пояснили эту ситуацию, мы просмотрели веточки сухие, посмотрели новые побеги, это все зафиксировали. Как ранее представители Акимата сказали, у нас есть группы, где мы регулярно скидываем отчеты, отчеты по поливу. В эту же группу мы скидывали видео о новых побегах на каждом из этих деревьев. Ну, не проходили все 2200 деревьев, но по определенным зонам мы прошлись и показали, что тут существует... Мы тоже прошлись по определенным зонам с нашим оператором, ну вот увидели то, что увидели. Дайте деревьям немножко прижиться. Сколько времени немножко прижиться, вот я бы хотела услышать. Эти деревья были высажены месяц назад, сейчас у них есть уже новые побеги. Про информационную, ну скажем так, да, вот разъяснительную работу. Ну, условно, я не биолог, я журналист, я рядовой житель города Караганды. И когда я проезжаю, условно, на машине, да, вдоль дороги, я вижу одну единственную картину, это засохшие деревья. У меня возникает множество вопросов, просто как у рядового жителя города Караганды. А, сколько денег, Б, где полив и где итог, то есть зеленое насаждение, прижились, либо нет. Если бы вот эта самая разъяснительная работа проводилась, условно, ну вот больше видео было бы, да, вот сегодня хорошо, в главной студии мы это проговорили. А условно, представляете, сколько таких, как я, проезжают по этой дороге и говорят, ох, посмотрите, ох, какой результат, понимаете. И начинается вот эти вот, как говорят, да, хайпануть на той или иной теме, да. А если бы у нас было, ну вот такое условное разъяснение, которое бы, ну, конечно, не 24 на 7, но хотя бы вот периодически появлялось, тогда бы, быть может, и вопросов возникало гораздо меньше. Вот мы девочками отрабатываем, вот эти деревья сейчас вы говорите, да, дилетанту кажется, что они умерли, все, дилетанту эту. Я один из них, сразу скажу. И в большинстве зонтаргандинцы все дилетанта, они не понимают этих вещей. Да, не говорил, смотрите, они умерли, все листья там нет, а потом оказывается, оказывается. Потом меня чуть-чуть научил Сакенага, как проверяет, живой он, мертвый. Сакенага не даст соврать, подойдешь к дереве, возьмешь ствол нижней, середине. У него, как у человека, температура, понимаете? Я так и понял, что эти листья, которые сейчас сажали более 3000 по вдоль трассы 15, они приживутся 100 за 200, я скажу. Вот мне посмотрел депутат. 100 за 200 даете? Да, 100 за 200. Хорошо. 100 за 200. В следующем году я не поленюсь, вновь поеду. Что не приживется, вот Дана не даст соврать, а ну-ка сразу. Пересадит, вот Алина, Алина, вот, давайте, Алина, вот специалист, давайте. А потом отдам, как специалисту, чтобы вы ответили на этот вопрос. Дана, вот. Прямо завтра приехать в наш садовый центр, это прям рядышком, возле мечети, я вам лично покажу новые побеги этих деревьев. Мы уже лично сами поливаем с жилым фондом, у нас видеоотчеты, мы каждый день это отправляем. У нас есть чат на ватсапе, я все могу вам показать. Отлично, замечательно. Вот знаете, еще, вот ежегодно у нас есть чат, да, кроме того, что они поливают, сам Аллах там помогает этим деревьям. Понимаете? Я же говорю, что в этом году прям вот услышали нас, и дождь идет. Она так есть, вот я сейчас увидел веревочки, да, что они так валяются, вот опять же посмотрят, дилетант скажет, вот, не привязали. А эти ребята вот сделали как, полностью, просто на этот ствол навязали и оставили как бы, полностью вот так, а потом начали стягивать на стороны. Вот сейчас опять же у вас камера скажет, вот, Акимат опять не так не доделал. Понимаете, у нас крывой косой кто у нас, один единственный горгон, как в народе говорят. Мы, когда перед поливом, даже воду проверяем, потому что есть в некоторых местах соленые воды, а соленые не пойдут для деревьев. Даже каждый полив мы проверяем. Давайте я дополню. Ну, говорю, в этом году вам везет с поливом, просто, просто везет с поливом. Ну, я заговорил, Аллах сам помогает в этом плане. Ну, дождя, они не поливаются, это только верхняя часть, а у них корни там, в глубине же. В этом случае вам чисто повезло с культурой. Вы взяли тополь пирамидальный. Это очень хорошо регенирующая культура, да? Она может там все лето стоять-стоять и на будущий год дать побеги. А вы знаете, тополь 20 раз больше требует воды, чем елка? Я знаю, что он выдерживает в 20 раз больше засушливость, чем, допустим, другие. Но если бы на этом месте была бы сосна, вы бы тогда уже не вытянули бы их. Она бы уже погибла. Вам просто повезло. Зачем не сажать тополь? Чтобы было больше пуха? Нет, это пирамидальный. Это пирамидальный как раз таки. Он вот пуха не дает. Я к другому. Я хочу перейти к финансовому вопросу. Вот там половина саженцев уже засохла. Зачем сажать такие высокие саженцы? Вы посадили там их трехметровыми. Зачем? Для нашего региона нужно полтора-два метра. Это вот так вот. Это для Кокчетава. Я вот недаром спросил, где вы учились. Потому что у вас большая часть опыта оттуда идет. Там почвы благодатные, там почвы гумусные. Там можно сажать, потому что они сразу начинают питаться. У нас такие земли нельзя сажать. Вы расходуете, чернозем расходуете. Второе, вот этот тополь, огромный тополь, он хорошо, он начнет регенерировать. Но будет ли его корневая система способна поднять его? А потом его нужно формировать, штамбировать и так далее, тому подобное. То есть работа, которой нужно по уходу за ним. Иначе мы опять получим вот такие вот огромные кусты. И опять мы получим вот эти вот леса, которые непонятно зачем нам нужны. Приедут опять люди и скажут, а что это тут за лес такой? И опять начнут, а давайте все срубим и заново все. То есть опять-таки здесь подход был не совсем рациональный. И опять, если мы сажаем тополь, допустим, двухметровый, он будет для нас стоить тысячу тенге. А если тополь двухметровый, трехметровый, он уже для нас стоит две тысячи тенге. Умножьте тысячу тенге на тысячу тополей. Сколько мы сэкономим? Хочу пояснить, во-первых, что это были не бюджетные деньги, не государственные. Это были деньги предпринимателя, строительной организации. А если вы хотите сказать про высоту деревьев, обратите внимание, это 15 магистраль, там довольно ветреная местность. Если вы посадите метровое дерево, у него ствол будет... Лучше бы не сажали. Да, лучше бы не сажали. Оно просто его снесет, это дерево. Я в поле, приедете ко мне в университет, у меня вообще в поле он сидит. И у меня там метровые и стопроцентная приживаемость. И ни одна... Вот, девочки сажали. Ни один топор у нас не погиб. Абсолютно. И мы тоже ни разу не поливали его. Мы не только трехметровые, мы и десятиметровые сажаем. А чем вопрос? Вы можете хоть сто метровые сажать. Но здесь начинается... Вопрос рациональности, трат, бюджетных сажать. Коллеги, профессиональный спор, это все хорошо. Теперь спорим, что... Сажаем, что трехметровый. Сажаем, что трехметровый. Бесплатно еще. Сажаешь недовольно. Всегощим потребителям, да, дилетантам нужно... Надо не только рождаться, зачем? Надо это рационально сделать. Согласитесь? Прямо сейчас. Это мы дилетанты, понимаете? Нам надо... Вот сейчас подавай. Трехметровый, десятиметровый. Что вы посадили? Они опять же говорят так. Просто надо быть хозяином. Человек хозяин на земле. Вот вы доказываете, какие мы хозяева. И все. Вот все по вашим делам видно. По делам рук ваших видно ваши дела, понимаете? Мы вот просто журцы, да, караганды. Какие дела видят? Просто невозможно, понимаете? Смотреть на ваше безразличие. Вы говорите, вот сегодня вы в студии только сказали. Мы будем делать, мы будем думать. Надо делать. Надо делать действительно уже. Понимаете? Сейчас и сегодня надо делать. И хватит уже разговоров. Уважаемые представители власти. Я полностью поддерживаю женщину, да. То есть она говорит демократическим языком. Я хочу всех предупредить, что в этом году аномальная будет, очень сильная жара будет, обратите внимание, и зацепит часть караганды. Засуха будет. Я вот с точки зрения рынка, потому что я защищаю предпринимателей, я понимаю. Я знаю, откуда деньги берутся. А вы сидите на бюджете, менталитет, психология. Я не хочу вас критиковать. Я тоже работал в госструктуре, в райкоме партии, работал в советское время в 83-м году. Но я что хочу сказать. В советское время со школьной, вот правильно Светлана задала вопрос. Любой человек должен понимать, едет на транспорт и смотрит на дерево. Если его с детства не учили, любовь к зеленому насаждению, и в школе не говорили, что дерево это твои легкие. Ребенок же не понимает. Ну полезно, как будто растет, ну красиво и все. То есть надо всегда с детства начинать и объяснять ребенку, что оказывается дерево посажено, это твой что? Твои легкие, твой кислород. Вам надо пошелом, ходите, пропагандируйте. Вот с этого надо начинать. И еще, быть надо хозяином, понимаете, надо любить город. Коэффициент полезного действия должно быть. Если нет КПД по рыночному, вы все должны остаться без зарплаты. Вот что я хотел сказать. Вы знаете, что это очень профессиональный вопрос, да? И мне кажется, вот даже сейчас нет дендроплана того, который хотят, и возможно есть нюансы, вот даже по этому спору видно. Ну как минимум их привлечь изначально. Каждый, допустим, ноябрь года, конец года, собрались и работаем вместе с общественными советами в споре. Потому что здесь в студии спорить 3 метра или 10 бесполезно. Это надо, чтобы профессионалы помогли чиновникам решить вопрос и правильно составить. Ну вот я знаю, Айгерим очень плотно занимается этим вопросом. Как раз таки она знает всех самых активных, компетентных людей, которые могли бы быть полезны. Все самые активные, компетентные, мы сегодня их пригласили, это основные люди, которые реально болеют за город и что-то понимают. Конечно, ну, знаете, принятие решений в общественного совета нет такой функции принимать решения. Мы можем дать рекомендации уже депутатам, чем мы в принципе и занимаемся. И немаловажно, чем в принципе мы и занимаемся, и наш совет, и наша, так сказать, комиссия, это не только посадкой, но и защитой. Это тоже один из таких острых вопросов, который вот на сегодняшний день не решен. В нашем сегодняшнем разговоре никак не можем поставить точку, поэтому предлагаю встретиться ровно через неделю здесь же, в главной студии, и обсудить эту же тему.